Паранормальные явления, психофизические феномены, существование которых не имеет научного объяснения и находится за пределами современной научной картины мира. ДАРК ГОУСТ Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске будет аналитика о доме Павла. Кто не смотрел это видео, можете перейти по ссылке в описании, либо по подсказке. И первое, друзья, с чего хотелось бы начать этот выпуск, то, что то изобретение, которое изобрел Павел, его так не нашли. Его никто не видел, кроме самого Павла. Но, как я думаю, скорее всего, это что-то было наподобие спиритбокса ЭГФ. В доме я нигде не обнаружил чего-либо похожего на спиритбокс, либо на какую-то технику, которая могла бы давать связь с потусторонним миром. И здесь еще одна такая загадка. Либо он уничтожил это изобретение, второе, либо он был одержим. Просто был одержим вот этим паранормальным. Поэтому здесь такая большая вот загадка, что это могло быть, что это за изобретение. Друзья, я уже в сообществе говорил то, что у меня сломался спиритбокс. Теперь у меня новый способ ЭГФ. Это вы увидите в новом видео. В общем, думаю, что скрывать нечего. Для этого всего лишь понадобится радио и место, где есть паранормальная активность. Первая паранормальная активность началась, когда я установил камеру и вышел из дома. Такое ощущение было, будто бы дрожал весь дом. С печки даже сыпалась вот эта побелка. После, друзья, была тень. Тень шла от шкафа и в сторону кровати, либо в другую комнату. Но позже, как она заходила за печку, она исчезала. Вот этот фрагмент посмотрите, кто еще не видел. После этой аналистики выйдет новое видео и вы там увидите, как можно общаться по ЭГФ. Это не обучающий видеоролик, как связаться с потусторонним миром, а наглядное представление о том, что этим заниматься опасно, друзья. Поэтому не стоит этим заниматься, не стоит пытаться связаться с потусторонним миром, так как Павел говорил по ЭГФ, что это реально опасно. И это может закончиться даже летальным исходом. Вот что, в принципе, с Павлом и случилось. И так, друзья, продолжим. То, что было много силуэтов, был силуэт лица на окне. Павел, ты еще здесь? Также, друзья, на чердаке я нашел вот эти две куклы, которые по итогу исчезли оттуда. Также коляску, коляску кто-то передвинул, она стояла совсем не так. Либо кто-то после меня уже был днем в этом доме, ну, либо это что-то из паранормального. Я нашел фотографии в комодзе, все вот эти фотографии я нашел в интернете, кроме одной. Это где вот сфотографирован призрак, где-то в лесу или в кустах. Это вот все, наверное, как фотографии, которые он собирал. Вот такие, вроде, картинки я видел в интернете. Вроде бы как. Это жесть. У меня вообще всего тут такого, как бы фотографий таких. Что это за скреба? Что это за скреба? Это просто жесть. там еще шаги будут зафига зафига что там нет больше ничего там нет что то есть Вот это что-то похожее будто бы в кустах Какая-то сущность похожая на человека Возможно даже эту фотографию и он сделал Многие писали то что почему фотографии не пыльные Во-первых друзья они находились в комоде Во-вторых не так уж много времени прошло после гибели Павла Еще также скидывали мне скрин который я сразу не заметил Но там реально такие жуткие силуэты Именно в том углу где стояли иконы Вот посмотрите будто бы два лица После того как во второй части я залез на чердак Я именно там ничего не обнаружил Но уже при монтаже я заметил вот эту дымку Вот посмотрите внимательно Потому что многие писали то что они не заметили это Я сейчас поставлю фильтры чтобы вам было лучше видно Вот этот объект я считаю что это и есть призрак Это какой-то своеобразный такой орб Ну орбы как я уже и говорил ранее то что это и есть призраки Хотелось бы конечно узнать что изобрел Павел И найти этот прибор Либо как я уже говорил ранее его не существует И вообще этого прибора не было Павел просто реально был каким-то одержимым Либо демоном Ну либо у него была какая-то своя своеобразная одержимость Я рассказывал про Павла в первом видео То что он фанател от всего вот этого паранормального Ну я думаю друзья то что все же что-то произошло Павел вышел на контакт с потусторонним Не зря же все вот это он говорил по ЭГФ А также все вот эти летающие объекты Которые тень призрак на чердаке Вот эта дрожащая комната Я еще собираюсь вернуться в тот дом В дом Павла И попытаться как-то выяснить Если у меня конечно получится Опять же друзья напоминаю кто не смотрел это видео Первые вот эти две части С дома Павла Переходите по ссылке в описании Также по подсказке Ну и на этом все друзья Всем спасибо за просмотр И всем пока